В результате контрнаступления Красной Армии в 19-м году войска Колчака оказались расколоты на две части. Северная группа войск продолжила отступление и к концу 19-го была разгромлена. Самого Колчака в феврале 20-го большевики расстреляют. Южная группировка белых отошла в Среднюю Азию, но продолжила сопротивление. Для борьбы с ней в августе 19-го был сформирован Туркестанский фронт, в состав которого вошли части из южных армий Восточного фронта. На начальном этапе подчинения Фрунзе оказалось 114 тысяч человек. В будущем среднеазиатские соединения Красной Армии будут пополнены мобилизацией местных жителей. Едва вступил в должность командующего новым фронтом, Фрунзе организовал наступление. В ходе октябренской операции, которая продолжала 14 августа по 4 сентября 19-го, была разгромлена армия генерала Белова, после чего удар был нанесен по-антисоветски настроенным казакам. Продолжение следует.